добрый вечер дорогие друзья вы на канале альтернативного блога видения с вами андрей курейчик и это вечерний развлекательный карантиноблог почему развлекательный потому что несмотря на моё к видное состояние со всеми связанными с этим не самыми ласковыми и приятными ощущениями я считаю что надо быть оптимистом верить лучше и получать хоть иногда какое-то удовольствие от жизни и улыбаться тем более что повод есть есть этот повод сегодняшний карантиноблог посвящен эпическому батлу не побоюсь этого слова двух гигантов мысли но не скажу отцов белорусской демократии но людей которые считаются крупнейшими аналитиками политическими белорусских реалий ну вы поняли про кого я говорю конечно это артём шрайдман и сергей чалы люди которые отличаются искренней христианской любовью друг к другу вот и и которые вот последнее время прям как два айсберга в океане нашли друг друга и врезались врезались так не по-детски как как все происходило значит я не сильно честно говоря смотрю стримы сергея чалова ну как-то зрители меня спрашивают но я на них засыпаю я не знаю как вы я засыпаю и так как вот последние последнюю неделю когда болел мне многие про проект стрим писали я думаю ну посмотрю последний стрим состояние плохой температура горло першит бессонница думаю но от лучшая средства сергей чал и действительно посмотрел пол стрима заснул вот как раз этой первой половине я наткнулся на фантастический абсолютно значит ответ я даже это не назвал ответом это настоящая отповедь такая до настоящий такой словесный словесная экзекуция которую сергей провел в отношении господина шрайбмана по поводу статьи вот недавнейшней статьи которую тот посмел опубликовать на портале зеркало и еще на каких-то других порталах статья каталась снижение очевидного снижения влияния светлана тихановской белорусской политической сфере и это вызвало у сергея праведный гнев тут надо отметить что сергей чал и и артем шрайбман они не только имеют какой-то разный взгляд на одни и те же вещи в политической сфере и разные методологические подходы потому что сергей чал и но это очевидный такой теолог теолог это как вы знаете ученый который сам верит и исходя из своей веры изучает предмет своей веры или религии сергей чал и если вы смотрели хоть какие-то его стримы вы должны заметить чек из того верующие верит он светлану тиханов скую абсолютно религиозное чувство она особенно заметные проявляется когда он встречается со светланой георгиевны я скажу что редкое счастье для человека верующего встречаться с со своим божеством и конечно для него того постановка сомнения в отношении предмета его искренней истовой религиозной веры это тяжелейшее оскорбление реальности ну это нормальный теологический подход райбан имеет немножко другой подход я бы назвал его религию религиоведческим религиовед то есть он сам не верит но пытается понять какая из несуществующих белорусских политических религий действительно там увеличивает количество своих адептов какая уменьшает почему это происходит почему люди верят в то или иное подходит к этому относительно с холодным носом чем повторяю искренне оскорбляет людей верующих то есть то что мы видим в этой статье и в ответе на эту статью это действительно классический случай оскорбления чувств верующих но в данной ситуации в оскорблении веры сергея чалова я начну со статьи вашего позволения чтобы понимали контекст а потом мы послушаем ну тоже надо иногда отдыхать развлекаться поставьте лайк в конце концов надо послушаем ответ теолога значит шайба написал следующее так критики внутри оппозиции в адрес офиса светланы тихановской становится все больше и она то есть критика становится все смелее когда делевский харти и компания пробовали провести забастовку прошлой осенью я говорил о медленно гаснущим влияние тихановской из-за которого другие игроки позволяют себе где марш и и что таких где марш и будет больше да тогда многим не возражали ничего ты смотришь на маргиналов никакое влияние не уходит наша лидер все также сильно ну что ж давайте пересчитаем только за последнюю пару недель предлагает артем шрайбан чета цепкало другие политики активисты второго эшелона проводят уже второй форм посвященную тому как надо уходить от доминирования офиса светланы в этот раз критика звучит жестко и персонально экс-спикер верховного совета шарецкий выступать гневными обвинениями во мне на грани фола для приличного общества которые потом с удовольствием цитируют остальные участники ивента вадим прокопьев там же требует сделать лидерство тихановской символическим представить к ней влиятельного премьера который будет все решать и делать освободительную белорусскую армию пока светлана будет путешествовать павел латушка требует создать переходный кабинет запустить национально-освободительный рух и сделать это быстрее а если офис светланы тихановской будет затягивать говорит он демократические силы могут принять все эти решения сами коллективным органам в ост офисе светланы тихановской осознают тубурлит у коллег знатное соглашаются провести общий конгресс 8 9 августа и тут есть два варианта кстати мы с вами абсолютно в этом ключе и обсуждали либо конгресс будет просто говорили не без принятия решений переформатирования позиции и тогда все претензии останутся и обостряться из-за чувства что приехали зря и потратили время либо конгресс какие-то решения попробует принять принять но посмотрим и резюмирует он таким образом артем подоплека всего этого брауновского движения увы все менее интересного людям внутри страны разумеется не только в личных амбициях политиков или каких-то фурных интересах все опросы фиксируют растущую поляризацию в обществе это значит что более радикальными становятся не только сторонники власти но ее противники если раньше внутри политизированного протестного электората хватало умеренных то теперь становится все больше непримиримых для которых тихановская недостаточно решительный политик который заигралась в дипломатику я сомневаюсь что таких людей большинство среди тех кто голосовал за светлану в 20 но их почти наверняка большинство среди тех кто остался политизированным к 22 году до большая часть электората светланы тихановской которая в беларуси за него проголосовала она от политики вообще отошла а те кто остался политизирован они по мнению артема шайбана стали более непримиримыми более жесткими и для них уже светлана тихановская слишком но вы понимаете анализирует ведь эти верования людей религиовед как я и говорил потому что более близкие к центру люди скорее деполитизировали за эти два года а те кто остался заряжается энергией от ежедневного возмутительных новостей война только усилила все эти тенденции поэтому запрос на более боевую позицию лидера реален резюмирует шрайбан и офису тихановской придется что-то с этим делать если они не хотят так лишь теневым мидом и министерством по делам диаспоры вот такая статья пишите в комментариях согласно с этими тезисами не согласны но как видите верующих она возмутила и патриарх этих верующих вот как как это сказать директор духовные семинарии вот от светлана тихановской сергей чалы он решил дать ответ пространный такой что сейчас как я вам вы сами если захотите заснуть посмотрите его целиком основные тезисы я конечно вам представить потому что это это грандиозные вот сразу видно как спорить чек верующие с там агностиком или скептиком или кем-то вот это это всегда одна и та же аргументации это сразу очень легко все видно но смотрите он начал он конечно с того что макнул макнул этого взорвавшегося аналитику прайдмана так сказать мордой туда куда и должен макнуть профессор духовной семинарии по итогам этого формата многие значит уже аналитики отметили своими суждениями но как бы так выразиться аккуратно в общем наиболее поразившим меня была заметка шайба на зеркале где значит которая там на самом деле здесь сразу три важных момента на которые имеет смысл обратить внимание в общем как бы мне казалось что окей после того как человек сам констатировал что значит так уж как-то получилось неудобно с анализом происходящего накануне буквально там уже за день до происходят до случившейся войны на как-то в общем как-то надо делать наверное какие-то выводы и в общем достаточно длительное время этого человека не видно не слышно в общем не знаю что там происходило делал выводы конечно только сидел и делал вывод плакал и делал выводы что еще там могу происходить то что уже один ошибся накануне 24 февраля все это остальные за ними говорили были мистер очевидность конечно вот в четыре утра 24 февраля грянет все знали один шрайдман ошибся до какой-то момент он решил что вот сейчас появится тот самый повод который достаточно для того чтобы вернуться на фоне предыдущих вот этих серийных провалов серийный провалец провалившийся серии а нет это это нам другое автор си серийных провалов серийные убийцы маньяки а есть авторы серийных провалов это шрайдман значит вернуться в публичное комментирование событий о том что это действительности именно так свидетельствует самый первый буквально абзац этого текста о том что вот когда-то меня тогда еще за это там критиковали а вот теперь-то становится понятно что я же все же был прав вот такой отвратительный прием вот сергей чал им не пользуется никогда сергей чалы сказал что вот когда-то я сказал и вот оно так произошло ну такого у него нет никто никогда этого не заметить а вот шрайман да видите ляпнул ляпнул глупость на самом деле здесь вопрос даже не днем на самом деле такие такие вещи наблюдал многократно это типичное поведение человека которую я видел просто своими собственными глазами это так происходит например на фондовом рынке когда человек оказавшийся своей позиции на рынке против действующего тренда вот у него начинает работать очень специфический механизм психологической самозащиты когда игнорируются факты приносящие национально более дискомфортим а именно это те которые связаны за то что он неправ начинает выбираться какой-то такой вот совершенно мало не самым важно далеко искать под множеством фактов которые все-таки не подтверждают его теорию и тогда это что-то происходит игроман ну надо проще сказать шрайман голимый игроман спасибо что не сравнил там его с алкоголиком каким-нибудь или наркоманом видел я там одного наркомана после одной дозы хочет еще 10 доз а после 10 хочет 100 доз видел я одного алкоголика видел я одного сумасшедшего видел я одного и так далее то есть это конечно вот потрясающе да не знаю шагман пишет статью перечисляет свои тезисы и факты к этим тезисом говорит вот тезис такой влияние светланы тихановской угасает дальше факты в течение последних трех недель произошло раз-два-три-четыре дальше он говорит потому что тенденция социологическое следующее опросы говорят об этом и об этом ну хорошо вот ну как бы чек так изложил ситуацию как религиовед что делает чек верующие он говорит да ты богохуйник видел я одного богохуйника вот он знаете хулил богохулил а потом молния как ударила и сожгла ему дом а что там говоришь это неважно ты богу хуйник не вот хотя самое удивительное что вот конкретно вот в случае про трейдинг когда вложился в падающий актив и до последнего его держишь это очень похоже на какое-то самопризнание сергея чала потому что но он то прекрасно знает как падает и он просто объективно падает рейтинг светлана тихановская да он знает каким был рейтинг по социологии в двадцатом году знает каким был 21 и знает сейчас и если не знает то то сознательно значит закрывает глаза хотя мы все имеем доступ к этим рейтингом и от чатом хаоса и тварда масского и от других закрытых источников вот и там все абсолютно очевидно по цифрам вот он вложился в этот актив и держит его и все что и все все факты которые мы говорят это дайте мне другого шрайдмана если наклонится что когда-то купил значит уже давно находится вы будете вместо того чтобы быстро закрыть он на этой позиции женится как разговаривали чтобы говорил кто на какой позиции женился любой были очень прикольные вещи с такого рода инвесторами когда значит человек так ну что ты думаешь по этому инструменту ну как что нечего думать вот есть классический нисходящий тренд но вот шрайбен говорит вот здесь классический нисходящий тренд классический потому что я говорил вот это вот раньше теперь вот так классический нисходящий тренд будет ниже кто отвечает ну точно абсолютно точно как бы божество не может ошибаться ошибаются только эти богохульники и язычники и все остальные религия на неоспорима вот она безгрешную и так далее все понятно конечно цивилизация которая устраняет из него повезли не факты которые не замечают те которые на самом деле да вот тут тут факты кричат кричат факты просто о том что расползается единство которое раньше было под светланой тихановской расползает кричат об этом факты нет у него факты не кричат что он неправда выбирает только те которые ему кажется что подтверждена что почему же он на самом деле против всех которые когда уже всем стало ясно что это все не так значит он по-прежнему продолжать настаивать а это это правда вот здесь очень все самокритично у чалова хотя это был про богохуйников конечно про богохуйников по свидетельство на о том что вот я же еще раз говорил да это еще и средства того что это правило это обращение внимания я хочу так много внимания уделяя проект еще чуть позже говорил смысл в том что вот на том же самом исходящем регулярно происходит очень довольно резкий зачастую довольно быстрые и взлеты на иногда и довольно высоких но может быть много вот такие напоминаю что статья была про снижение влияния светланы тихановской и альтернативные возникающие очаги более радикального белорусского движения вот про это была статья правильно вот ответ чалова знаете что он не напоминает он напоминает ответ макара когда его все спросили а почему ты не отнес заявление в полицию когда ты ну там услышал про готовящиеся убийства и тот начал рассказывать все что угодно только не отвечать на вопрос на тело верно как это называют взлет который как раз и дают ложную надежду вот этим людям оказавшись в неправильной позиции с тем чтобы они не продавали как можно дольше чтобы совершили только на самом самом низу рынка когда уже это печать и начальник поглотить вот вот когда я представляю тот момент когда его окончательное отчаяние поглотит и таких вещей на самом деле происходит очень много если кто-то посмотрит график длинного медиа же рынка начавшегося велика депрессия 29-го года по 32-й там и будет с десяток пример вот то есть уже вот это вот свидетельство то что нет же я же вам все-таки я же вам докажу я же отыграюсь это как раз будет о том что вот и ровно в этой ситуации что-то колонка пишется дальше там идет колонка пишет в этой ситуации вот этот ответ идет в этой ситуации ситуация которая что же в чем же оказывается человек прав тогда и прав сейчас дальше речь идет о том что это вот еще раз говорю два и дважды два складываем на это скатся попытки решать задачу ответа то есть вот это вот как сказать вот это вот первичная цивилизация когда тебе нужно получить тот результат в котором который который нужно просто потому что ты себе доказываешь всем стремление на самом деле женишь ведь это уже есть эти факты то есть он намекает что шрайбану нужно чтобы влияние светланы тихановской гасло это нужно шрайбану это он об этом мечтает в этом его цель чтобы загасло влияние светланы тихановской пытается убедить начал и вот он пытается значит бога ты считаешь у бога нет ты поэтому вся твоя теория что земля круглая то на самом деле значит свет путешествует со скоростью 300 тысяч километров в секунду что есть некая энергия е равно mc квадрат и был большой взрыв это все потому что пытаешься доказать что бога нет понимаешь шрайбан вот отсюда от ответа пляшет от бога нет это классическое решение задача на это потому что выбрасывается как я уже сказал факт который то есть об ослаблении влияния светлана гордина тихановская дальше мы смотрим какого же собственно говоря аргументации первый раз как мы тут все меня тогда закритиковали там история с древским который объявил то что все мы помним эту историю забастовки который никто не поддержал значит как бы вам так вот не смешно сейчас когда вы это слушаете то есть почему заявление в общем и человека который даже понятно ведь почему это делали примерно наверно из тех же соображений из каких сейчас эти все формы организует вот эти самые товарищи опер там был ни один дыльевский там достаточно большой был пул разных людей политиков вот и сми и вот это вызвало вопросы да что это не просто какой-то один сумасшедший дыльевский а большое количество достаточно серьезных политиков которые про это говорили и достаточно большое количество сми как не можно как угодно относиться к этим сми но они про это писали то есть вот человек поддерживал иллюзию себе что значит даже уехав он все еще обладает каким-то влиянием и не является в конце сайта он ходил в президиум как человек представитель вот этого самого рабочего движения вот я же только человек от рабочего движения сейчас сейчас как объявлю и как вот все выскочил выпрыгнуть полетят крошки по заколочкам ничего этого естественно не получилось ну до этого забастовку объявляла и светлана тихановская да и в общем выхлоп был примерно такой же то есть если исходить из этой логики у обоих примерно одинаковое влияние на забастовочное движение это было понятно абсолютно всем как бы в чем проблема почему это не случилось в общем как бы и просто потому что ну наверное не стоило выдавать желаемое за действительно саму удалевскому какое это имело отношение а светлане тихановской нужно было выдавать желаемое за действительное в двадцатом году когда объявлялась вот это самая знаменитая забастовка вот однако же нужно было как-то это дело выкрутить и тогда уже это было довольно смешно сейчас происходит ровно то же самое такое подтверждение слабления потому что вот эти вот люди которые говорим что у нас ничего нет нас спрашивают кто вы такие кто не приходите что как извините вероника циткало была одна из троицы вот так на минуточку я просто понимаешь и сергей он не в троицу верит он монотеист но вообще-то на сцене стояла троица как это все близко к религии друзья были такие является абсолютным кричащим в лицо совместом того что влияние ты не как раз и больше растет и все уменьшается но это конечно это это аргумент супер то что происходит альтернативное огромное количество альтернативных каких-то телодвижений форумов объединений коалиций это свидетельство того что влияние светланы тихановской растет оцените то что открыли бозон хикса это говорит о том что бог есть и бог еще больше ладно значит то есть построение идет примерно следующий я тогда не был не прав дальше для повторения тезиса и уже дальше значит основа используется тот самый который был смешон тогда и не менее смешон сейчас потому что действительно смешон надо вы смеете но потому что как может быть земля быть круглая до нас на черепах стоит смешно круглая они бы круглая на быть снизу тогда люди падали бы правильно и мы бы все скатывались по земле очень смешные тезисы это даже не просто решение задач от ответа а это потом по простому циркулярный аргумент значит как мне объяснить что как мне объяснить что значит влияние сам георгий тихановской слабевая как я же пишу об этом значит она слабевая и поэтому это что то что она слабевая поняли я даже комментировать это это реально просто стендап если вы кинуть все эти личные прожиточные абсолютно все эти логики очевидно мне кажется всем нам в общем дальше понятно полютно абсурдная логика шрайдмана полная вообще абсурдист как бы зачем это все происходит вот ну что шрайдман вредитель и богохулиц и наконец третий момент который это все как бы можно было бы ваши выкинуть заметьте вот он уже довольно долго говорит он привел хоть один аргумент хоть один факт о том что влияние светланы георгиевны тихановской выросла вот именно просто аргумент вот как бы спорил я вот есть статья которая мне не нравится с тезисами которые я не согласен игорю хорошо вот тебя тезис что влияние светланы тихановской падает а я тебе показываю вот рейтинг двадцатого года цифра 21 года цифра и 22 час июль 22 вот так он идет ты видишь эту цифру и вот эту цифру ты разницу между цифрами видишь растет рейтинг растет буду зеленского рейтинг растет был 35 процентов сейчас 96 значит влияние зеленского в обществе растет вот я бы ему я бы спорил фактами до 2 там парк вот рядом со светланой в августе было такое-то количество политиков белорусских известных а сейчас вот такое количество то есть их увеличилось за эти два года к ней пришли новые 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 мощные известные популярные политики и стали вместе с ней в единую коалицию значит ее влияние в политиками растет был бы второй аргумент да третий аргумент вот светлана как слово скажет так в беларуси знаете крыши сносит потому что у нее просмотры на ю тубе выросли в 10 раз у нее значит каждый вечер люди залипают чтобы услышать ее слова вот это влияние растет правильно и последний там какой-нибудь аргумент типа вот в двадцатом двадцать первом году у нее было там пять международных встреч в месяц премьер-министрами а теперь 10 растет я бы ну как бы по саму факту спорил делает теолог он обсуждает значит метод богохульника богохульник это тот который не верит и своим невериям приводит к неверию и это циклическое неверие говорит о том что он богохульник аргументация от сергея чалова но если ты не согласен со статьей шайманом выкате факты не рассказывай нам про шайбана какой он вообще тупой запутавшиеся несчастные серийный провалец да по факты выкате покажи нам расскажи нам конкретно но понимаете да человек верующий не может рассуждать про своего бога рассказывая там про рейтинг у него рейтинг бесконечных голове всегда у верующих человека в отношении своего божества рейтинг бесконечный и он не меняет ничего не может поменять вера она бесконечна она экзистенциальна поэтому понятно что обсуждать успехи светланы тихановской провала светланы тихановской стратегию светланы тихановской какие-либо шаги правильные неправильные но мышь их слышали этот разговор любой ее ответ это просто море религиозного экстаза неважно какой даже если по надам задал вопрос а дважды два сколько она сказала 6 правильно бы сказал чалый лучший ответ который я слышал я бы даже самая такая же группа кем сказал этот циркуляр на у глупый глупый чалый это таш райдман все правильно они богохульники такие они ученые якобы вот они не понимают землю и мир за семь дней создали вот из ничего поэтому а а почему вообще все это происходит и дальше идет второе объяснение вместо очевидного лежащего на поверхности а именно что значит как бы и вот-вот этим людям грозит политическое забвение и поэтому вместо объяснения что они богохульники просто богохульники отщепенцы дольчевиты тара веры да вот вместо этого объяснения вот он как будто в социологию смеется вообще ссылаться тварь этот шайбан о себе напоминать на самом деле это форма чаяния том что значит у нас ничего нет мы ничего не так бы не у нас ничего не получается кроме декларации ничего не получается у них кроме декларации форм отчаяния основной вопрос который мне приходится слушать а вообще кто такие вот такие вот такой валерий цепкала кто такая вероника цепкала кто такой семён шкарецкий кто такой вадим прокопьев ну кто такой игорь макар все знают кусок вонючего дерьма вот но все остальные вопросы есть такие богохульцы факты говорят но фактов он не предъявляет они о чем-то говорят но фактов то нет не предъявлено а дальше следует такой очень интересного вообще на самом деле это будет и дальше происходить потому что и вот тут уже идет очень интересный клюбин потому что соцопросы показывают что идет ракомизация обществе что является на самом деле абсолютно не на потому что абсолютный бред вообще все что говорит райбман абсолютный бред все что говорят эти религиоведы Абсолютный бред, потому что нет никаких религий, это одна правильная вера. А вопрос о расколе и поляризации, вопрос там ставится, насколько я знаю, совершенно по-другому. Есть ценностная шкала, в которой речь идет о том, например, один из самых простых, готовы ли вы были представить себе... Это очень стандартный вопрос, он присутствует абсолютно в всех методиках, он так и является ксенофобией. Например, готовы ли вы были представить себе, что, скажем, там, ваша дочь выйдет замуж за черного, за еврея. Что к чему? Что к чему? Там конкретные опросы с конкретными цифрами результата. Я, конечно, про жену, которая готова выйти за еврея, не ручаюсь, был ли там такой вопрос. Я там, ну, если мы все откроем опросы чатом хаоса и опросы Вардаматского... Ну, я не знаю, ну, это фантазия у него или что? Ну, тут понятно, я шучу. Значит, за ебатьку. Или там, значит, ну, за красный, за, значит, взмагара, если вопрос задается другим. И дальше мы смотрим, значит, где вот шкала приемлемости. Вот. И смысл вот этой самой поляризации в том, что, значит, нет, я не хочу с ним иметь дело, да, я не хочу этого человека ни в гости, значит, ни в круг общения, ни тем более в ближний круг заботы, то самое теория Донбара, число фактор 3, 50, 150 и выше. Значит, вот ближний круг не хочу включать. И, грубо говоря, вот, так сказать... Это он объясняет, почему влияние Светланы Тихановской не упало. Послушайте, Макар, который отвечал на вопрос про... Почему не пошел в полицию, был, мне кажется, даже яснее. Кто из вас является самым приемлемым, а кто из вас является самым неприемлемым? Вот по этим вопросам они, значит, смотрят о поляризации, это не имеет никакого отношения к радикализации. Это вообще никакого отношения. Вот, и, конечно же, это не имеет никакого отношения к радикализации. Вот, в общем, как бы складывая все вместе, вот эти три кусочка, которые, значит, здесь замечены, то есть А, значит, психологическое объяснение, зачем-то данное авторам этой колоночки, почему вот он считает нужным ее... Колоночки. Колоночки. Писать второе, это вот этот вот фактически циркулярный аргумент, из А вытекает Б, потому что из Б вытекает А. Так мыслят эти еретики. Почему я пишу о том, что, значит, влияние Светлана Георгиевны уменьшилось? Потому что я пишу, что оно уменьшилось. Конечно, он так и написал. Я сошел с ума, и поэтому, как я напишу, так оно и происходит. Райбман. Оно бы не уменьшилось, если бы я об этом не писал. Да, вот это маней величия Шрайбман знаменитая. Вот, по сути, весь его аргумент. Значит, ну и третье, как я уже сказал, это вообще просто... Ну, там смешано две совершенно противоположные вещи. И вот это подмена тезисом, на самом деле, видна очень хорошо. В общем, как бы, ну, садись два, короче. Садись, Шрайбман, два, потому что ты ведьма! Слушайте, ну я правда, честно скажу, хохотал, хохотал. Я думаю, что тут все понятно, все очевидно в этом споре великих. Ну, сами решайте, увеличилось влияние Светланы Тихановской за эти два года или уменьшилось. Напишите это в комментариях. Мне само интересно, ну, как бы, вы можете выбрать позицию любого. Я представил вам их статью Шрайбмана и ответ на нее Сергея Чалова. И мнение религиоведа, и мнение истого верующего теолога. Да, вот правда, и вот по степени, как бы, вот этой истовости, вы можете посмотреть, не знаю, лекции профессора Осипова. Это вот как стримы Чалова смотреть. Тоже он будет рассказывать про психологию, что у кого в голове, как все запутались, вот, и почему, значит, католики в рай не попадут, а православные попадут, вот, и так далее. Ну, все это понятно. Все это понятно. Я человек нерелигиозный вообще? Хотя начинал, что удивительно, с пьес с религиозным содержанием. Моя первая премьера в Купаловском была пьес «Потерянный рай» про убийство Каина, да, своего брата Авеля, который сейчас, как ни странно, невероятно стала вновь актуальной на фоне войны. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, я как-то пытаюсь на все смотреть иронично, и для меня политики все равно предмет иронии, и для меня гораздо важнее институты общества, чем отдельные политики. То есть, я почему бьюсь тогда? То, чтобы мы создали нормальное движение, потому что, ну, как бы, важнее иметь стабильный институт, чем политиков, которым вы верите, как Чалый, или не очень верите, как Шрайман, или ненавидите, как еще кто-то. Это все, это все, вот, вот, пожалуйста, споры этого уровня. Можете присмотреть. Нет, я за стабильный, действительно работающий, важный институт. Вот. Ну и напоследок, спасибо всем, кто поставил лайк сейчас, кто подпишется и кто поддержит канал. Мы сделали вот этот сбор, и спасибо огромное человеку под ником Anonymous, который прислал 275 долларов, просто закрыл сбор предыдущий для Ивана Бреста Марчука. Как только эти деньги поступят от Дона Талерц, это занимает там, ну, небольшое, но все равно до недели время, они, они их перечислят, я их немедленно отправлю в полку Калиновского именно с этой пометкой и квитанцию опубликую здесь у нас на, в эфирах благовидения. Вот. Помогайте, друзья мои, мне кажется, наши защитники этого достойны. Вот. Ну а великие пусть спорят. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Науке это неизвестно. Вот. Хотите заснуть, смотрите Чалова. Вот. Всем пока. Это был Андрей Курейчик. Живи Беларусь, слава Украине!